Здарова, комрады! Сегодня речь пойдет о Snapdragon 710 и 712, так как это фактически одна и та же одна кристаллка. Рассказ будет кратким, так как если я буду снова ждать возможности отжать у кого-то девайс с этим чипом, то материал выйдет черти когда. Впрочем, по ходу пьесы станет ясно, что особо смыковать тут нечего, но попробуем без спойлеров. Итак, 710 это первый чип 700 семейства, но зачем вообще надо было создавать эту линейку? Проблема в том, что между 600 и 800 сериями был значительный зазор по производительности. Особенно это касалось производительности графической подсистемы, так вот 700 серия и была призвана попасть ровно между 660 и 835 Qualcomm. Но тут есть нюанс, если в производительности графической подсистемы действительно была разница более чем в два раза, то вот по производительности процессорной части 835 уже не так сильно отрывался от 660. Поэтому геймеры на тот момент возложили свои надежды на отличный игровой чип бюджетного класса. И надо сказать, 10-нанометровый техпроцесс как раз намекал на это. А в итоге мы получили первый чип компании, построенный по схеме 2 плюс 6 вместо привычной конфигурации 4 плюс 4. Это я про процессорные ядра, конечно же. Высокопроизводительные ядра типа А75 занимают существенный транзисторный бюджет, а вот мелкашки А55 клипа и не хочу. Я вижу две главных причины, по которым была выбрана именно такая конфигурация. Во-первых, это, конечно же, экономия кремния, а во-вторых, это маркетинг, так как производители все еще могли указывать в своих материалах гордое словосочетание OctaCore. Да и странно было бы, если бы 600-я серия имела 8 ядер, а 700-я 6. Покупатель мог не понять. Есть еще одна причина, которая более рациональная, но, думаю, это вряд ли кого-то волновало в крупной компании. Дело в том, что 4 толстых ядра в 660-м снапе не могли продолжительное время работать на полной частоте и при полной нагрузке. Не позволяло ни теплового выделения, ни потребления. Вот и решили ко мне дело запихать только 2 ядра крупного калибра. Пусть меньше, но чтоб могли работать долго и стабильно. Так-то оно так, если бы не новый техпроцесс. Что-то мне подсказывает, что при 10 нанометрах уместить 4 полноценных ядра A75 в среднем сегменте можно было бы без проблем. Но это лишь мои фантазии. Метром из Qualcomm, естественно, виднее. Итак, у нас тут 2 ядра A75, 6 ядер A55, графический процессор Adreno 616 и память LPDDR4X с шиной 32-бит. Глянем, что мы получили по теоретической производительности. Ну, в общем-то, не то чтобы много. В типичном Geekbench, да и в других бенчмарках, 710-ый едва отрывается от 660-го. Правда, это, как вы понимаете, если не учитывать тротлинг. Однако, тут же видно, что 710-ый гораздо ближе к 660-ому, а не 835-ому или керин 970-ому, естественно. То есть, увы, но занять четкую позицию между 600-ой и 800-ой линейкой не вышло. Другое дело Adreno 616, который стал заметно производительнее 512-го, установленного в 660-ом снэмдрэкене. Но опять же повторяется картина, наш герой ближе к своему младшему брату, нежели к старшему. Да и забавная деталь, обогнать до потопной 820-ой также не получилось. В общем, пока картина не самая радужная. Как же работает планировщик и нагрузка гуляет по ядрам? Тут ситуация интересная. На нагрузках в 1 и 2 потока производительность масштабируется отлично. Значит, планировщик понимает, на какие ядра ее надо кинуть. Потом имеем явный спад. 3 потока, планировщик вообще не понимает, надо ли использовать только 2 толстых ядра или 2 толстых и 1 мелкое. И жонглирует потоками, естественно, растут накладные расходы и производительность падает. Забавно, что если однокристалки со схемы 4 плюс 4 плавно наращивают производительность вплоть до 4 потоков, то тут увидим падение производительности уже после 2, будто у 660-го отрезано 2 производительных ядра. Но дальше чип ведет себя еще интереснее. Плавно наращивается производительность по мере увеличения потоков. И там, где привычные камни зачастую не могут вернуть производительность, тут у нас полномерное повышение. Кстати, обратите внимание на разброс результата. В середине графика стабильность так себе, а вот при использовании 6, 7 и 8 потоков она очень хороша. Это говорит нам о том, что чип имеет солидный запас по теплонагруженности, а планировщик умеет эффективно обрабатывать большое количество потоков. Давайте сравним его с классическим 660-м. И вот тут наглядно видны плюсы и минусы выбранной схемы 2 плюс 6. В начале графика безоговорочную победу отверживает 710-й, а оно и логично. Ядра А75 значительно интереснее старых А73 за счет новой системы кэша. Однако при обработке 4 потоков младший чип унижает 710-й, используя все 4 ядра А73 на полную катушку. Как говорится, против лома нет приема. Но при использовании 7 и 8 потоков 710-й начинает догонять и в пике даже обходит старичка. В итоге планировщик тут действительно лучше и эффективнее. Таких явных просадок, как у 660-го, например, нет, и производительность растет с ростом потоков. Пусть и не так бойко, как того хотелось бы. Однако чудо не случилось. Два ядра есть два ядра, и все упирается именно в них. И суммарно 710-й выглядит хоть и лучше, но лишь чуть-чуть. Если же мы сравним отставание 710-го от 845-го снапа, то увидим тотальное доминирование последнего. Тут не может быть и речи ни о каком промежуточном звене между 600-й и 700-й серией. Вообще, эта картина очень напоминает сравнение производительности между 821-м и 625-м снапом, когда последний имел стабильную, но все же невысокую производительность на фоне старшей модели. Ну а сейчас 660-й и 710-й валяются где-то под ногами 845-го и не могут предложить никакого-то там чуда. Увы, из-за технических проблем я утерял результаты тестирования стабильности работы, но достоверно помню, что данный чип мне так и не удалось перегреть. В общем, мои воспоминания подтверждают и тесты моих коллег, чип действительно получился холодным, энергоэффективным и стабильным. Но главный вопрос, за счет чего? Правильный ответ, за счет того, что производительность тут недалеко ушла от того же 660-го снапа. А вот техпроцесс использовался уже новый. Никакой магии. Новый тип оперативной памяти не принес нам ничего интересного. Скорости и задержки очень схожи с тем, что мы видели у 660-го. Даже до уровня 821-го этот камень не дотягивается. В играх же чип ведет себя заметно лучше 660-го. Тут нет перегревов, да и просадок заметно меньше. Можно спокойно играть без риска обжечь или усадить батарейку за час. Да и в общем, все на ваших экранах. В итоге 710-й мне очень напоминает ситуацию с 625-м и 821-м снапом. Это стабильный, холодный и энергоэффективный чип, который также может похвастать сносной графической производительностью. Однако он попадает в интересный парадокс. Для геймеров он все еще слишком слаб, так как так и не приблизился даже к 821-му. А для тех, кто не играет, его отрыв от старых чипов типа 660-го или даже 652-го выглядит так себе. Вот и получается какая-то ерунда. Более того, во второй половине 2019-го года вообще странно смотреть в сторону 710-го или 712-го чипа. Ведь рынок попросту завален дешевыми смартфонами на Kirin 970, снапом 835-м. Да чего уж там не продав почку, можно вполне рассчитывать на 980-й Kirin в составе какого-нибудь Honor. Или взять классические пластиковые, например, Pocophone F1, если уж речь про игры. Единственный покупатель для 710-го чипа, который мне видится, это любитель смартфонов-долгожителей, который не готов мириться с низкой отзывчивостью девайса. Короче, если кто-то еще сидит на 625-м, знайте, замена уже есть. А в следующем видео мы при помощи кофе и карт Таро добавим в наш рейтинг производительности свежие чипы от Qualcomm. Оставайтесь на связи, короче, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok